Новый год на носу, а любимое платье оказалось мало. В такой ситуации каждая вторая россиянка садится на диету. Сначала отказывается от сладостей, потом оставляет в своем рационе только овощи, фрукты и в конце концов перестает есть вообще, не задумываясь о последствиях. Когда я падала в обморок в метро, и меня увозили на скорой, я думала, что я просто, не знаю, уже почувствовала себя не здесь, не на этом свете. Три года назад Мария весила почти 70 килограммов при росте метр шестьдесят. Девушка решила, надо худеть. Три месяца сидела на воде и черном хлебе. Сбросила 20 килограммов, но на достигнутом останавливаться не собиралась. Первое время я себе нравилась, а потом ты начинаешь видеть тех, кто еще худеет тебя, и ты начинаешь задумываться о том, что ты все равно толстая. Тогда она еще не знала, это первый симптом анорексии. Чересчур критическое отношение к своей внешности и полное неприятие здравой критики со стороны. Они считают, что они здоровы, что это мы с вами больны, и что мы мешаем им жить, потому что мы запрещаем им продолжать эти процедуры. После двух лет голодания – дистрофия, после трех – бесплодие, после четырех – смерть. Победить болезнь получается только в 70 случаях из 100. Причем процесс этот может затянуться на несколько лет. При этом нормальные пропорции тела восстановить очень трудно. Вес, когда набирается, то основная масса, жировая, идет на живот в основном. И, как они говорят, что они напоминают себе маленьких головастиков. Сейчас Мария весит 41 килограмм. Усилиями врачей она набрала за последний месяц 200 граммов. И это ее первая маленькая победа. Однако, если бы девушка обратилась к врачам чуть позже, последствия были бы необратимыми. Состояние кожи девушки, худеющей несколько лет, 20-летней девушке, равно состоянию кожи 30-летней женщины. Очень часто выпадают волосы, зубы. Диетологи уверяют, назначить правильную диету может только врач. Причем она действительно необходима далеко не всем пациентам, которые приходят на прием. Больше половины из них хотят бороться с нормальным весом. Наш организм устроен очень мудро. И обычно мы употребляем то количество пищи, которое необходимо нам для нормального функционирования. Вывод простой. Нужно любить себя такой, какая есть, а не заниматься жестокими экспериментами.